Добрый вечер, шановные телеглядачи! Добрый вечер, уважаемые соотечественники Центра журналистских расследований. Приветствую вас в прямом эфире телекомпании «Черноморская». Сегодняшний эфир мы посвятим последним международным инициативам президента Украины Петра Порошенко, который называет новый формат переговоров по Крыму, Женева+. Гость нашей студии, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос. Добрый вечер. И я также хочу, чтобы мы поговорили и о последнем коррупционном теперь уже скандале, который касается президента Российской Федерации Владимира Путина. Вчерашний эфир на BBC в программе «Панорама» был показан фильм, который называется «Тайное богатство Путина». И чтобы понять, что это в конве всеобщего внимания к России и, скажем так, попыток воздействия на ее внешнюю политику в отношении Украины в том числе, имеет ли это к нам отношение. Но начнем, конечно же, с формата Женева+. Насколько вам удивительно было, как эксперту, услышать такое предложение, учитывая, что из женевского, скажем так, процесса, из женевского формата Россия вышла еще в 2014 году? Ну, мне кажется, тут надо, наверное, вспомнить, как он, собственно говоря, возник. Это апрель 2014 года, встреча в Женеве на уровне министров иностранных дел, США, Европейский Союз, Украина и Россия. И вот, в общем-то, произошла эта встреча, были достигнуты определенные договоренности, но после этого Лавров в частности начал заявлять о том, что продвижения никакого нет, диалог внутренний украинский не происходит. И, в общем-то, после выборов президента Украины возник 6 июня так называемый нормандский формат, когда в Нормандии встретились президенты Украины, Франции, Германии, канцлер и России. И вот после этого возник нормандский формат. Сегодня мы имеем нормандский формат на уровне глав государств и имеем нормандские встречи на уровне министров иностранных дел. После которых, собственно говоря, мы можем говорить уже о Минском, да? И вот уже в сентябре 2014 года возникает всем нам известный минский формат. То есть вот такая вот ситуация. Насколько сегодня это, скажем так, реализуемо? Ну, мне сложно сказать. Во-первых, возникает вопрос, а были ли какие-то консультации заранее проведены вот по поводу этого формата Женева+. То есть на сегодняшний момент, ну, вряд ли мы можем сказать, а какая реакция, в общем-то, международного сообщества. Британия является подписантом Будапештского меморандума, о чем говорил президент. Но в то же время она является членом ЕС. То есть в каком формате идет речь, то есть как бы, ну, не совсем понятно, что это такое. Женева+, это формат, который был в Женеве, плюс подписанты между Будапештского меморандума и, возможно, Китай, который в свое время делал заявление о территориальной целостности Украины, но потом отказался... Ну, и он поддержал бы безъяерный статус Украины, собственно говоря. И вот такая вот ситуация, ну, несколько непонятная. Или это вот, в частности, идет в контексте нашей такой вот на сегодняшний момент креативной дипломатии о том, что мы заявляем, и потом как бы пауза, и все ждут, а что же будет дальше. Или, как вот мы заявили про миротворцев на Донбассе ООН, и вот уже скоро год будем отмечать, и пока никакого продвижения нет. Ну, давайте еще раз послушаем, что называется, от первого лица. Президент Украины сначала на первой в этом году пресс-конференции, на которой, собственно говоря, подводились итоги года прошедшего, заявил о том, что он будет прилагать усилия международно-правовые, да, в первую очередь, механизмы задействовать для того, чтобы приступить к деоккупации Крыма, для того, чтобы вернуть Крым на международную площадку переговорную. Давайте послушаем, как он об этом сообщил. Потом уже буквально в субботу, во время пресс-конференции, ну, интервью, скажем так, ведущим телеканалом страны, уточнил некоторые детали своей инициативы по формату Женева+. Мы должны четко помнить, что сегодня мы расслабили День Соборности. Повернение территории оккупованных – это Соборность. Ставление до темчасово перемещенных людей – это Соборность. И не нужно лягаться, что сейчас они сядут на нашу шею. Это не так. Потому что программа донорской помощи на восстановление Донбасса проговорена, мы получили соответствующие гарантии. И мы на сегодняшний день не остаемся сам на сам внаследовании величезной работы, которая была проведена по формированию потужной святой коалиции по поддержке Украины. Немножко не тот синхрон нам дали, к сожалению. Но президент, собственно говоря, сказал о том, что формат Женева+, то, что вы уже сказали, предполагает участие стран Будапештского меморандума. Опять же, США он повторил, опять же, ЕС. И буквально через несколько дней после этого уже министр финансов Украины Наталья Дерейско на полях Давоса, отвечая на вопросы журналиста Фройтерса, сказала о том, что Украина действительно в 2016 году приложит усилия для того, чтобы продвинуть тему деоккупации Крыма. Ну и уже сказала о том, что мы хотели бы нечто большее, нежели Женева+. Сразу же, не откладывая, посмотрим на реакцию Российской Федерации. Сначала пресс-секретарь Путина, господин Песков, сказал о том, что как такового вопроса Крыма не существует, поэтому и обсуждать, дескать, нечего. И буквально сегодня уже министр иностранных дел Российской Федерации, господин Лавров, заявил о том, что не может быть и речи о возвращении Крыма к Украине. Что, собственно говоря, опять напомнил о каком-то выборе народов Крыма. Кто это такие, мы не знаем, но тем не менее он об этом говорит, что это был выбор народов Крыма, и поэтому вопрос Крыма как бы закрыт. Можно ли считать, что стороны обменялись, что называется, ударами, и на этом все закончится или нет? Или так начинаются все переговоры в мире? С полного неприятия, потом все-таки диалог завязывается, и в результате что-то получается. Есть аналогии? Сегодня Лавров говорил не только о непонятном народе Крыма, но российская сторона часто употребляет еще такой термин «народ Донбасса», что, в общем-то, тоже совершенно непонятная терминология. Мне кажется, что проблема на сегодняшний момент, вот, собственно говоря, с точки зрения Украины, в том, что мы все видим, что минский формат не работает. Я не был бы так оптимистичен, как президент, говоря о том, что в этом году мы контроль, ну, по крайней мере, в Донбассе возобновим. Ситуация там очень сложная. И, прежде всего, есть ли у нас политический, военный и финансовый ресурс восстановить такой контроль полностью? По поводу гарантий, которые вроде как бы нам дают какие-то доноры, я бы тоже был, ну, скажем так, очень осторожен к ним относился. Мы за свои, там, больше 25 лет независимости уже столько гарантий получили, что, мне кажется, надо быть очень осторожным. И получится ли так, что будут, там, какие-то ополченцы вроде бы в украинской форме за наши деньги, за деньги украинских налогоплательщиков осуществлять пророссийскую политику. Вот это было бы большой проблемой для Украины. Что касается всех вот этих вот форматов, мне кажется, что нашей дипломатии, прежде всего, надо все усилия, все возможные усилия бросить на сохранение режима санкций. Россия понимает только режим, когда с ней говорят с точки зрения вот таких вот жестких позиций. Сама она любит силовую дипломатию, сама она не чурается силовых методов и любит, ну, в кавычках, и признает, скажем так. Принимает, да, и понимает только такой язык. Вот мне кажется, что главная задача на сегодня, если не усилий, то, по крайней мере, сохранить тот режим, ну, антироссийских, можно сказать, санкций, которые сегодня международное сообщество, ну, скажем так, осуществляет в отношении России. И экономика России сегодня в серьезной ситуации находится. Ну, к санкциям мы еще немножечко перейдем позже. А я хотела бы вернуться к тому, с чего вы начали. С хронологии, собственно говоря, всех переговорных площадок, которые создавались для решения проблемы сначала и сразу после оккупации аннексии Крыма, а потом и после начала, по сути, вооруженного конфликта на Донбассе с участием российских военных. То есть получается, что сначала был широкий формат, да, Женева плюс, скажем так, да, и с участием США, которые, собственно говоря, наиболее последовательно, на мой взгляд, себя вели во всей этой ситуации. Зачем по российскому настоянию получается, что Россия настояла на том, чтобы был между Киевом и ЛНР-ДНР прямой контакт. И так мы перешли плавно к Минску. При этом по дороге потеряли США. Сейчас Украина как бы пытается вернуться опять к тому широкому формату. Насколько реально, что эти заявления Порошенко делал после консультации, ну, по крайней мере, хотя бы со Соединенными Штатами. Есть такие какие-то признаки внешние, косвенные того, что это не экспромт, что это не пиар-компания перед второй годовщиной аннексии Крыма, потому что я вижу по многим государственным, скажем так, структурам, вдруг активизировалась работа. В аппарате СНБО разрабатываются там, скажем так, основные направления госполитики, реорганизуется представительство президента, создается служба по деоккупации. Ну, вот как-то вот завелось все. Что мы имеем в этот раз? Скорее, много говоря, исходя из своего опыта, из анализа той информации, которую я вижу, которую я пытаюсь понять, я не вижу, чтобы были какие-то серьезные консультации проведены по поводу того, что вот было такое заявление. Я могу ошибаться, я не претендую на истину последней инстанции, но я не вижу серьезной проработки этого вопроса. И потом, опять же, возвращаясь к формату, знаете, вот в дипломатии есть такое понятие, да, вот, и как и, в общем-то, в жизни, да, часто говорили, хороша ложка к обеду. Вот, наверное, надо было эти вещи, такие, об этом формате, говорить в 2014 году, не сбрасывать его со счетов. Абсолютно правильно мы говорите о том, что вот по настоянию России. Да, мы не знаем. К сожалению, опять же удручает то, что вот эти все переговоры ведутся, ну, скажем так, за кулисами. Ну, я понимаю, есть вещи, которые предполагают степень секретности, но надо объяснять. Ну, в общем-то, народ должен понимать, а что же происходит. И вот почему Соединенные Штаты ушли? Мы не получили внятных объяснений со стороны официального Киева. Не получили. Вот я, например, не могу понять, почему Соединенные Штаты вышли из этого формата. Мы знаем, что Меркель консультируется с Обамой по поводу позиций Европейского Союза по поводу действий в отношении России. Это практически, ну, можно с уверенностью про это говорить. Но Соединенные Штаты, тем не менее, вышли. И вот там возникли вот эти ЛНР, так называемые, ДНР. И вот процесс пошел изначально в непонятную, скажем так, непонятную совершенно плоскость. Тогда еще аналитики Майдана, иностранных дел говорили о том, что мы ввязываемся в непонятный процесс, где правила устанавливаем не мы, и этот процесс с непредсказуемыми последствиями. Вот сегодня мы получили то, что получили. Время, как бы, пожинать плоды, к сожалению, в кавычках. То есть процесс, по-моему, зашел, ну, как бы в тупик Минский, в том виде, в котором он, как бы, худо-бедно как-то шел. Ну, вот сейчас вот для всех уже понятно. И вот, видимо, настала необходимость о том, чтобы выйти каким-то образом из этого тупика. Но выход, он должен, прежде всего, базироваться на каких-то аналитических предположениях, на консультациях, на анализе каких-то возможных шагов, в том числе и в отношении Российской Федерации, в том числе и в отношении Соединенных Штатов. Позиция, которая до, во всяком случае, администрации Обамы, до вступления на пост нового президента нам понятна. Она неоднократно озвучивалась. Здесь был вице-президент Соединенных Штатов. Он говорил, в Верховной Раде выступая четко, на грани, как бы, дипломатичности, изложил позицию Соединенных Штатов. Ну, в общем-то, позиции надо выполнять на сегодняшний момент. Вашингтон поддерживает... Выполнять то, что не является, собственно говоря, соглашением, да, а является некими договоренностями. Вот мы оказались в такой ситуации. Насколько продумано это заявление? Ну, как бы... То есть у вас не складывается впечатление, что Украина, в лице нашего, естественно, тех, кто ведет эти закулисные переговоры, в том числе, да, тех, кто берет на себя ответственность, должен взять на себя ответственность, просто сами дали завести себя в тупик, в том числе и сами с обещаниями изменить Конституцию. Хотя понятно, что это вызовет взрыв в Украине, да, сейчас в таком плане, как записано в этих договоренностях минских, носить в Конституцию изменения, по сути, наделяя оккупированные территории полномочиями, которых нет у других регионов Украины, и говорить об этом о децентрализации, по сути, только одного единственного региона, да, а все остальные остаются с тем же, что было. Понятно, что сегодня не может идти речь никаких выборов, пока не закрыта граница, пока они взят контроль над границей российско-украинской, там продолжают увозить вооружение. Много здесь вопросов, они уже много раз, повторялись и критиковались экспертами, политиками и простыми людьми, теми, кто сегодня с оружием в руках защищает нас с вами на Донбассе, да. Но как из этого тупика выйти? Ну вот, в принципе, пока я на сегодняшний день... Почему не такой инициативой? Непредсказуемой. Точно так же, как это делает Путин. Может быть, не просчитанной, как это он делал в отношении Крыма. Может быть, ну, не знаю, не совсем рациональной, логичной, вот такой вот, внезапной. Экспромт в международной политике, он, как правило, не удается. Удаются хорошо продуманные, согласованные шаги. Украине надо действовать в таком вот именно ключе. И что касается, вот опять же, возвращаясь к вопросу санкций, вот сегодня по одному из телеканалов я видел информацию, ну, слышал о том, что обстрел наших позиций, танки обстреливают наши позиции. Вот такие вот моменты, если действительно оно имело место быть, надо фиксировать документально. И всем странам, которые санкции осуществляют в отношении России, предъявлять такие доказательства о том, что Россия не выполняет минские договоренности. Вот, пожалуйста, конкретный факт. Вот это то, что может делать Украина и должна делать Украина. Ну, по крайней мере, это программа минимум, задача минимума. Хорошо. Говорили о санкциях. Уже в последние недели просто общим местом стало в заявлениях наших западных партнеров о том, что, ну, по сути, звучит почти четкое обещание России, что в случае выполнения минских договоренностей, ну, пока что мы видим только в части украинской, да, выполняются они, и США, и страны Евросоюза снимут санкции, которые, понятно, на сегодняшний день очень болезненные, иначе бы не было в том числе и разрешения на приезд в Крым миссии ЕС, которая сегодня туда прибыла для мониторинга соблюдения прав человека. Россия два года практически сопротивлялась туда направлению любой миссии, БСЕ, ЕС, ООН и так далее. То есть Россия сегодня готова на какие-то уступки, для того, ну, все только ради одного, ради снятия санкций. Вполне возможно, что это произойдет, останутся только слабые санкции по Крыму. Будет ли это означать, что вообще с темой деоккупации Крыма при этом нужно будет попрощаться? Как вы думаете? Ну, если, к сожалению, это и произойдет, то, собственно говоря, Киеву, ну, он может винить только самого себя. Почему? Потому что вольно или невольно, но Киев делал все, чтобы украинский, скажем так, вопрос агрессии России против Украины перешел в терминологию «украинский кризис», и этот кризис медленно, но уверенно ушел с международной повестки дня. Вот, собственно говоря, то, что может произойти, и винить в этом Украину в данной ситуации, может только саму себя. Но все-таки Майдан закордонных справ опубликовал, да, собственно говоря, свою позицию и по формату «Женева плюс», и по тому, каким образом, может быть, реорганизовать минский процесс. В трех словах буквально об этом. Ну, скажу сразу, здесь простых решений нет. Здесь Украина должна провести серьезную внутреннюю работу и прежде всего решить для себя, а какие сегодня у Киева есть ресурсы для того, чтобы работать в каком-то другом формате. Насколько готовы наши вооруженные силы? Насколько готовы наши специальные службы? Насколько готова наша экономика в том, чтобы, ну, в какой-то степени финансировать какие-то вещи, которые надо сегодня финансировать? Я не говорю про восстановление разрушенной инфраструктуры, а просто про поддержание, ну, жизни там, вот, условно говоря, на тех районах, которые были фактически там все уничтожено и разрушено. В какой степени Украина готова финансировать серьезную международную свою деятельность для того, чтобы не дать возможность России вести подрывные деятельности за рубежом и сохранить вот этот режим санкций? Без ответов на эти вопросы сложно говорить о каком-то другом, ну, скажем так, хорошо просчитанном формате. Здесь я вижу только, мы про это говорим, о том, что надо вопрос ставить, ну, те вопросы, которые сегодня волнуют Украину, это прежде всего вопрос номер один. Я с вами здесь согласен, без контроля, реального контроля украинских пограничников на границе, без присутствия там серьезных, объективных, международных структур, которые бы наблюдали там в режиме реального времени, возможно, с помощью даже видеокамер, что там реально происходит. Говорить о каких-то подвижках вряд ли уместно. Я уже не говорю о таких пунктах, которые абсолютно, ну, мягко говоря, взрывоопасны в данной политической ситуации, как, например, вопрос амнистии. То есть это совершенно тема, которую украинское общество абсолютно не приемлет. Вот, и то, что нам пытаются иногда говорить о том, что под амнистию не попадут люди, преступники, которые совершали серьезные преступления, на самом деле это не так, это не записано в минских договоренностях. То есть их надо модернизировать, их надо развить в какой-то ситуации. Есть ли у нас потенциал это сделать на сегодняшний момент? Для этого надо провести серьезную домашнюю работу. Ее есть кому проводить эту работу? Вы видите в команде президента, потому что, ну, по сути, он переключил на себя все эти вопросы, да. То есть мы не видим особой роли Министерства иностранных дел, мы не видим работы какой-то, результатов, я бы так сказала, работы каких-то специально созданных групп для проработки подобных проектов и так далее. Ну, мне кажется, что я бы взял на себя слишком большое ответственность, чтобы оценить деятельность конкретных людей. Есть аппарат президента, есть представители по Донбассу, есть советники, которые занимаются минским процессом, есть группа, которая в трехсторонней контактной группе принимает участие. Вот, в общем-то, украинская общественность, наше общество дает и, я думаю, даст правильную оценку позиции и деятельности Украины в, ну, на этом, если можно сказать, фронте. Вот, собственно говоря, и все. То есть, результат мы видим, и мы его будем видеть, и еще, к сожалению, да, вот я, в общем-то, скептически оцениваю саму вот эту вот постановку вопроса, поскольку, вот опять же же, не вопрос. Я не вижу за этой инициативой серьезной проработки. Опять же, я могу ошибаться, но, как бы, отсутствие реакции и тех вот заявлений, которые мы слышим о том, что если мы не будем выполнять Минские соглашения, тогда Россия начнет войну, и дальше наш главнокомандующий должен сказать, ну, и тогда мы будем действовать таким образом, вот, для меня, как для гражданина, это непонятно. То есть, вот тогда мы потерпим поражение, или тогда наши вооруженные силы дадут надлежащий отпор, или еще что-нибудь, но, вот, как бы, фраза выглядит незаконченная, это меня очень удручает. Мы говорим и обращаемся к Западу с тем, чтобы он не снимал санкции, с тем, чтобы он их усиливал до полного освобождения украинских территорий, включая Крым, а в то же самое время пока что хорошую работу по санкциям в собственном государстве, то есть, украинских санкций еще не сделано. Если мы посмотрим на тот указ, который вышел после принятия СНБО этих списков и секторальных санкций, и персональных, там, конечно, все вот так вот перекручено, кто-то есть, кого-то нет, и причина, по которой вносились те или иные структуры, а про другие забывалось, пока что логики нет никакой, и критерий нам также не объяснили. Что делать Украине сегодня для того, чтобы стимулировать, скажем так, западные страны не снимать санкции, усиливать их, в том числе и те, которые касаются по Крыму? Ну, прежде всего, да-да. Есть правила вообще-то? Ну, раз посмотреть... Санкции в мире часто вводились, да, и мы видим только, вот, видим реальные результаты, которые они приносили. Вы можете назвать примеры, где они срабатывали? Ну, Иран, например, вот. Да, это было сложно, это было долго, но в конечном итоге Иран был вынужден пойти на соглашение. Я хочу вернуться к вопросу Украины и привести только один пример, такой небезызвестный сегодня в украинском контексте персонаж Грызлов, который почему-то есть в канадском санкционном списке. Он не оккупировал как идеолог оккупации Крыма, но его нет в украинском санкционном списке. И при этом говорить об усилении санкций в отношении России, ну, как минимум, это выглядит неуместно. Я уже не говорю о каких-то вещах, которые касаются экономики, но требуя финансовых санкций в отношении России, мы сегодня, по имеющейся информации, один из системных банков, продаем российской финансовой группе. Я имею в виду Украинсбанк, вот то, что была информация, которая уходит в российской группе. Ну, это не мы продаем, это собственники Юникредитбанк, да, сливаются вместе с Альфа-банком. Вот и здесь должна быть какая-то государственная политика. Разрешение дает Национальный банк Украины, Национальный банк Украины, я так понимаю, это государственное учреждение, должно действовать в русле государственной политики. Государственная политика направлена на сохранение санкций, если она такова и есть. Значит, мы должны действовать несколько по-другому и как минимум не давать разрешения. Но это вот то, что лежит на поверхности. Ну, точно так же, как лежит на поверхности борьба с коррупцией настоящим образом проводимая, по той причине, что не знаю, что больше любой санкции сейчас может помочь Украине, да, в плане там усиления обороноспособности, укрепления экономики, укрепления финансового сектора, минимизации затрат на те или иные секторы экономики, ну, любые, да, реформы без этого невозможны. Сколько бы о них ни говорили, какие бы умные министры у нас не были, на каких бы языках они ни разговаривали, пока существует коррупция, ничто не может реализоваться из того, что они говорят. Но в этом плане пока что у нас такой же застой, да? Абсолютно с вами согласен. То есть есть кое-какие, наверное, небольшие изменения, но пока мы, вот, если мы сопоставим результаты и то время, за которое они были достигнуты, то, конечно, это мы видим, что сделано крайне мало. Мы бы все хотели видеть гораздо больше. Мы видим массу непрозрачных каких-то схем и ежедневно сталкиваемся с тем, что реформы, ну, практически остановлены. Я, например, не вижу каких-то либо реформ. Принят, вот, я как бывший государственный служащий, хотел бы видеть какую-то реформу государственной службы. Был принят закон, который должен вступить в силу аж в мае месяца. Ну, мне кажется, что такими темпами мы новую Украину будем строить очень-очень долго. Этот закон надо было принимать еще, как бы, год назад. Он уже должен был работать. Должна быть, была проведена нормальная, реальная люстрация, которая фактически превратилась, насколько я знаю, в профанацию этого всего. И вот с этим связаны очень много моментов, в том числе вопросы национальной безопасности, доверия нам со стороны наших западных партнеров, наших западных союзников. И тут, опять же, вот вопрос, который у нас очень долго муссировался, это вопрос предоставления нам вооружений, он очень плотно связан с вопросом коррупции. Да, и с вопросом коррупции связаны очень многие процессы, особенно те, где сказали А, но никак не можем сказать Б, и в итоге вот это провисание между этими двумя буквами превращается в какие-то, опять же, кулуарные договоренности, взятие того или иного сектора экономики под чье-то кураторство. И вот последний скандал, который еще не разгорелся, но может вскоре быть, связан с тем, что Кабинетом министром заявлялось о намерении уже в этом году, еще в 15-м, вернее, году, провести прозрачную приватизацию украинских портов, 13 государственных портов, вернее, их части, скажем так, те, которые занимаются основными процессами в портовом хозяйстве, они должны были идти под приватизацию. Вот проект есть, но он еще до сих пор не утвержден. И эти предприятия государственные не выведены из списка, не подлежащего приватизации и так далее, и так далее. В это время Мининфраструктура проводит конкурс по смене менеджмента генеральных директоров государственных портов. И в таком очень серьезном месте для нашей обороноспособности и вообще присутствия нашего в Черном море, как Херсонский порт, и вот уже в которую неделю, можно сказать, этот скандал продолжается. Люди выходят на улицы, протестуя против, как они считают, непрозрачного конкурса, по которому на смену директору Ткаченко сейчас хотят, уже победил в конкурсе 33-летний, по-моему, Одессит, который до этого работал в структуре Мининфраструктуры, простите за тавтологию. Подчиненным был того человека, который возглавляет конкурсную комиссию, вот столько совпадений. И, собственно говоря, вот такая ситуация, мимо которой мы пройти не могли, потому что Херсон, как мы считаем, в деле деоккупации Крыма очень серьезный регион. Давайте посмотрим сюжет наших херсонских корреспондентов, для того, чтобы понять, что же за процессы на наших южных рубежах происходят. Сотрудники госпредприятия Херсонский морской торговый порт протестуют против результатов конкурса на должность нового директора, который был проведен Министерством инфраструктуры. Победителем стал Одессит Андрей Соколов, который вскоре должен будет сменить нынешнего руководителя предприятия. Херсонца Игоря Ткаченко. Конкурс прошел непрозрачно. Победителем конкурса определен работник министерства, помощник бывшего первого заместителя министра инфраструктуры Шульместера, он же председатель этой конкурсной комиссии. Но тут, наверное, невооруженным глазом видно, чьи интересы и кто кого хочет пристроить на теплое место. Контракт с Игорем Ткаченко, который пробыл на должности директора Херсонского морпорта почти 4 года, закончился в октябре 2015-го. Коллектив предприятия обратился в Мининфраструктуры с просьбой продлить договор с руководителем. В министерстве согласились, но договор продлили сроком всего на один месяц и объявили конкурс на открывшуюся вакансию. По результатам презентации конкурсного предложения победителем признали 33-летнего Андрея Соколова. 30 с небольшим лет и надо отметить, наверное, что для такой должности все-таки это маловато. Более того, отсутствие опыта, опять же, в этой отрасли с данной спецификой у сиевого порта, это тоже немаловажный фактор. То есть пока этот руководитель новый разберется, что, куда и как, мы будем терять, мы будем терять грузоотправители, грузополучатели, будем терять грузы, будем терять объемы работы, от этого зависит наша зарплата, поэтому, собственно говоря, мы и против все. Портовики отмечают, что на протяжении прошлого года их зарплата повышалась четырежды, в общей сложности на 30%. Порт получил почти 50 миллионов чистой прибыли, а в бюджеты всех уровней перечислено свыше 84 миллионов гривен, в том числе в казну Херсона более 9 миллионов. В программе, которую предлагает Херсонскому порту Андрей Соколов, более всего работников пугает потенциальная приватизация и разделение предприятия. Есть возможность дробления порта. То есть будут передаваться причалы в субаренду, то есть порт станет разделиться на несколько отдельных предприятий. Это самое большое, скажем так, на мой взгляд, это самое плохое, что может быть. Плюс, скажем так, у нас работающийся коллектив, и разделять его, скажем так, это нехорошо. По словам херсонских портовиков, проблема смены руководителя коснулась не только их. Бердянские и Ильичевские порты попадали в схожую ситуацию. Делегаты 7-го съезда профсоюза работников морского транспорта Украины в ноябре прошлого года направили руководству Мининфраструктуры обращение о недопустимости продолжения контрактов с руководителями успешно работающих предприятий только на 1, 3 или 6 месяцев. Однако реакции нет по сей день, говорит Валерий Тернавский, который также является заместителем председателя профсоюза работников морского транспорта Украины. Раньше существовала очень хорошая система. Когда руководитель стабильно работающего предприятия, у него заканчивался контракт, который был на 3-5 лет заключен, ему просто контракт продлевали, если к нему не было никаких претензий. У нас же вот это последнее веяние о том, чтобы, если закончился срок действия контракта, надо обязательно проводить конкурс. Не добившись ответа от Мининфраструктуры, портовики обратились к представителям областной власти. Тут их принять согласились не сразу. И раздосадованные рабочие организовали пикет под стенами Херсонской администрации. Позже руководство области с учетом несогласия коллектива предложило министерству назначить Андрею Соколову испытательный срок на 2 месяца. От, враховуючи ці дві риси, що людина має стратегічне бачення і стратегічне вміння, яке вона уже по деяких портах реалізувала, і реалізація була успішною. Але з другого боку, у цієї людини немає безпосередньо прямого досвіду роботи в порту. Ми виказали свою пропозицію взяти його на випробувальний термін 2 месяца. Оці 2 місяці з нашої точки зору мав би показати, як людина фактично має працювати. Нам удалось связатися з Андреем Соколовым, і в телефонній бесіде він розказав Центру журналистських розслідований, що свою кар'єру починав в Одесі, в морському транспортному банку. Работав в сфере транспортних експідіцій. Сейчас – сотрудник консалтингової кампании. Летом 2015-го пришел волонтером в Министерство інфраструктуры. Ныне является консультантом Национального совета реформ. Противодействие коллектива его назначению связывает с плохой информированностью. У меня раскладывается впечатление, что в целом трудовой коллектив вводят в заблуждение. Как относительно меня персонально, так и относительно моих планов в морському порту. Соответственно, что делать? Выводить коллектив из этого заблуждения. Как выяснилось, с момента оглашения результатов конкурса Андрей Соколов на территории морпорта еще ни разу не был и с его работниками не встречался. Встретят, подвозьмите и так далее. В свою очередь работники Херсонского морпорта не соглашаются с предложением областных властей о двухмесячном испытательном сроке для нового директора и даже грозят не допустить его на проходную предприятие. Будем отстаивать свои интересы. Отстоим свои интересы, отстоим порт. Это единственный источник существования наших семей. Мы будем защищать его всеми своими возможностями, потому что другого пути у нас нет. По словам портовиков, двое из пяти участников конкурса на должность директора обжаловали решение комиссии Мининфраструктуры. Третьим ожидаемо может стать и нынешний руководитель Игорь Ткаченко. Заметим, публично он никак не высказывает свое несогласие с результатами конкурса. С протестами выходят только его подчиненные и профсоюз. Наибольшее опасение у них вызывает грядущая приватизация порта. Однако нужно понимать, что если соответствующее решение будет принято Верховной Радой Украины, то выполнять его будет любой директор – и старый, и новый. По проекту Кабинета Министров приватизации будут подлежать 13 государственных морских портов. Будете комментировать ситуацию в Херсоне? Знакома она вам или нет? Нет. А что делать все-таки с портами? Приватизировать или не приватизировать? Для того, чтобы давать такие советы, надо быть экспертом. Я не эксперт в инфраструктуре. Могу сказать одно. Я опять же с вами согласен в том, что вопросы инфраструктуры – это вопросы национальной безопасности. Прямую. И решения, которые принимаются, приватизировать или не приватизировать, должны приниматься на сегодняшний момент, в том числе с точки зрения национальной безопасности. Насколько это позволит нам, скажем так, противостоять агрессии Российской Федерации. Наверное, решение о приватизации должно быть взвешено и Совет национальной безопасности Украины, как мне кажется, должен принять самое деятельное участие в рассмотрении этого вопроса. Иначе этот вакуум заполнит, что коррупция. Вполне ожидаемо, да, и в принципе уже такие опасения есть относительно перераспределения сейчас вот этих вот зон влияния между представителями клуба Порошенко и клуба Яценюка, скажем так, условно. Вот. И коррупционные скандалы на этой неделе обсуждаются совсем другие, к сожалению. Я не знаю, может быть, BBC, программа «Панорама» когда-нибудь снимет фильм и о тайном богатстве президента Порошенко, но как бы все оно известно уже, да. Тем не менее, вчерашний день внес новую нотку, я бы сказала, в тематику обсуждения роли и места Российской Федерации сейчас в системе безопасности, да, поскольку речь идет о коррупции самого высокого уровня. И это не выводы даже журналистов. Программа «Тайное богатство Путина», которую сняли журналисты BBC, она, скажем так, основывается и на инсайдерской информации, полученной от бывших соратников президента Путина, и на выводах Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Потому что заместитель министра финансов Адам Шубин, по сути, обвинил президента России в коррупции, сказал о том, ну, собственно говоря, были названы даже сумма возможных, скажем так, возможного капитала в разных активах, которые есть, и для себя сумма в 40 миллиардов долларов. И президент России обвиняется в том, что использовал свою власть для того, чтобы накопить такое тайное состояние. То есть, по сути, получается, что президент Путина, это один, в том числе и по выводам Министерства финансов, один из самых богатых людей не только в Европе, но и в мире, потому что 40 миллиардов долларов – это солидное состояние. Шубин сказал о том, что правительству США давно известно о причастности Путина к коррупции, и он не стал комментировать информацию из секретного доклада ЦРУ 2007 года о том, что состояние Путина составляет более 40 миллиардов долларов. Но, тем не менее, в этом фильме были названы активы недвижимости, которые есть по всему миру, в частности, недвижимость в Испании, его деньги на строительство коттеджей корпорации «20-й Трест», которые переводились в Испанию. Также я просто слежу за текстом. Путин якобы получил 4% нефтяной компании «Фридзена», когда тот был заместителем мэра Санкт-Петербурга, потом он, как известно, эмигрировал. И откаты он получал тогда же в Питере в размере 15%, ну, скромно по нашим меркам вообще-то, да, последние мы помним, во времена Януковича назывались 50 и выше. Ну и так далее, так далее. Все это можно увидеть, оно в свободном доступе, в том числе сегодня появился уже русскоязычная озвучка этого фильма. Так что все наши телезрители могут, называется, полностью уже проследить за всеми этими делами. Как вы считаете, Олег, случайно ли именно сейчас этот фильм вышел в эфир, случайно ли это произошло в Великобритании, случайно ли то, что перед этим буквально были обнародованы данные судебного следствия по убийству полонием бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, или это все случайности? Ну, я бы хотел бы, наверное, начать с того, что несмотря на такую вроде скромность хозяина Кремля, он зря времени терял, неплохие деньги, видимо, заработал. Я не знаю, насколько в соответствует действительности 40 миллиардов, но даже если эта сумма приблизительная, все равно это вроде неплохо. Что касается появления этой информации в эфире, естественно, оно все не случайно. И возвращаясь к ситуации вокруг доклада британского суди о возможной причастности Путина к убийству. Вероятно, знал, да? Нет, ну, понимаете, приблизительно, если я представляю, как работает машина государственная в России, я не могу допустить о том, что решение было принято Ковтунам, и кто там еще был вместе, или Патрушевым, просто так. Естественно, было какое-то добро. Прямое, письменное или устное, об этом у меня нет никаких сомнений. Поэтому, ну, поскольку мы наверняка, как бы у нас нету этой бумаги, может быть, на сегодняшний момент, поэтому там и написано возможное причастность к убийству британского гражданина. И после этого было интервью премьер-министра Британии Давида Кэмерона, где он сказал, что это нарушение международного права и не останется без последствий. Очевидно, вот первые такие последствия мы уже наблюдаем. Я не думаю, что для экспертов, которые занимаются вопросами отмывания денег, вопросами коррупции, это было большой тайной. Все эти транзакции на сегодняшний момент очень четко с 2001 года, после 11 сентября, начинают очень сильно прослеживаться. Это не первый диктатор, который вывез деньги за рубеж и пытается их спрятать в Швейцарии. Не первый диктатор, который покупает себе виллы за рубежом. Просто для россиян, наверное, будет интересно еще раз убедиться, насколько весь этот идеология русского мира является лицемерной. То есть деньги вкладываются не в русский мир, не в любимую Россию, а на загнивающий Запад, как им представляется на сегодняшний момент. То есть эти все факты, они для экспертов не являются большим секретом. Просто сегодня, ну, видимо, да. Это интересно, что это означает и какие последствия это может иметь лично для господина Путина. Вот смотрите, вы процитировали, как эта фраза прозвучала, Камерона, будут иметь последствия. Вот что такое на дипломатическом языке? Не останется без последствий. Не останется без последствий. То есть возможная санкция Путина, убийство британского гражданина не останется без последствий. Что это может означать? Это во-первых. Что происходит после того, как такие фразы звучат на официальном уровне? Выскажу предположение о том, что возвращение России в восьмерку, очевидно, откладывается. Вряд ли найдется на сегодняшний момент западный политик, демократический, который после всех вот этих вот обвинений, ну, совершенно свободно пожмет руку Путина без последствий для себя. Ну, мы когда-то говорили, Путин не сможет пожать руку Януковичу и так далее. Ну, это другой мир, естественно. Но в том мире, о котором вы говорите, это так. Да, очевидно. То есть, как минимум, это не возвращение. Это очевидно, да. Я не знаю, насколько это будет рассматриваться в двадцатке. Это будет расследоваться дальше, потому что то, что сейчас было объявлено, выводы судьи, это по сути слушание, да? Это не расследование, которое имеет в своем финале уголовный процесс. Я хочу обратить внимание, значит, там, насколько я ознакомился с докладом, были заслушаны свидетельства, и это не просто как бы свидетельства эти были задокументированы. То есть, в любой момент это может быть совершенно легко. Это установленные судом факты, можно сказать, да? Да, трансформированы в криминальный процесс в отношении, ну, по крайней мере, Лугового и вот этот вот Ковтун, который там, как бы, однозначно фигурирует. Это вот тот момент. Во-вторых, в статье «Гардиан»… А Луговой, кстати, депутат. Да, в статье «Гардиан», которая вот сразу же вышла после всех этих событий, там такая вот интересная фраза, которую я прочитал, о том, что Британия несомненно поделится выводами своего доклада со своими союзниками. То есть, очевидно, этот доклад имел какие-то вещи, скажем, ну, не публичные, и это будет всё передано, ну, как минимум, союзникам Британии по НАТО. Это… Все секретные службы будут очень хорошо ознакомлены со всеми нюансами этого расследования. И? И я ожидаю в ближайшее время серьёзных санкций и по отношению к кругу ближайших соратников Путина. Это протяжённых всех. Которые, да, которые имеют, опять же, и недвижимость, и счета за рубежом. То есть, всё это в ближайшее время будет выводиться на свет. А модель будет, как мне кажется, испробована интересная. Вот мы видели все, как в UEFA это всё красиво произошло, когда были чиновники, которые, скажем так, проявляли определённую лояльность к России. Вот сегодня они, то есть, уже, ну, не принимают участия в этих… Я не исключаю о том, что Россию могут лишить и проведения чемпионата мира в 2018 году. Кто бы что ни говорил, что спорт не политика. Спорт – это очень даже политика. Да. Большой спорт – это большая политика. И второй вопрос, который я хочу задать вам и попросить снова-таки перевести на вообще понятный язык. Вот то, что в этом фильме заместитель министра финансов, он же курирует финансовую США, он же курирует, как я понимаю, финансовую разведку США, заявил о том, что он считает, что действия Путина на своём посту были использованы, вернее, что Путин использовал своё служебное положение для обогащения. Это означает получение доходов незаконным путём. Тут мы сразу вспоминаем про ФАТФ и означает ли это, что финансовая разведка США может начать расследование, вернее, каким-то образом, вот этот установившийся теперь факт, может быть, тоже ему дан ход или нет? Очевидно. Обладает Путин каким-то иммунитетом, как все главы государств от подобных расследований или нет? В данной ситуации он имеет, как глава государства, определённый международно-правовый иммунитет, но тут идёт речь, если идёт речь об, скажем так, легализации средств, полученных незаконным путём, то это очень хорошо рассматривается в рамках существующего законодательства. Есть нарушение, и оно рассматривается в какой-то определённой юрисдикции, которая не имеет никакого отношения к юрисдикции Российской Федерации. Международное право – это международное право, а это совершенно другая область права. Это первое. Я думаю, что не исключая и, можно сказать, даже уверен в том, что в ближайшее время так называемые друзья Путина, которые получали, возможно, деньги от него в Европе и в других странах, тоже почувствуют себя неуютно. Я ожидаю, что инвестиции российских компаний, связанных с ближайшим окружением Путина, тоже попадут под пристальное внимание, ещё раз, не противоречит ли их экономическая деятельность законам, и в том числе безопасности этих же самых стран. Вот ещё бы Украина начала какое-то расследование. Я уверен, что уж в наших условиях, достаточно непрозрачных, можно было найти какие-то моменты, на которые следует обратить внимание. Мы подумаем об этом. Спасибо. Но Украина пока что, скажем так, точечно борется с коррупцией, не системной, а той, которая, собственно говоря, ближе всего к людям. И чтобы не совсем плохо наша программа сегодня финишировала, мы хотим показать нашим телезрителям сюжет наших одесских корреспондентов, а Центр журналистских расследований теперь имеет корпус не только в Херсоне, но и в Одессе, о том, как же работает на самом деле тот широко разрекламированный Центр оказания административных услуг, там, где можно зайти и в одном помещении получить любые бумажки, а может быть уже многие бумажки не нужно, получить, оформить документы, правоустанавливающие, те, которые засвичивают особу, да, и другие. И наши корреспонденты сегодня побывали в этом центре, который открылся еще несколько месяцев назад, но обычно открытия очень пышные, а потом как-то все по-советски все делается. Но, как утверждает наш одесский корреспондент, на самом деле машинка работает. Давайте посмотрим этот сюжет, как, ну, по сути, витрина, да, которая на сегодняшний день в Украине есть, вот, и закончим наш разговор все-таки о том, что же может означать прибытие в Крым миссии по правам человеком Евросоюза. Забраковал наш режиссер технические данные, с которыми мы начали с трудом посмотреть, но на сайте Центра журналистских расследований завтра утром вы сможете найти этот сюжет, возможно, мы его повторим, покажем, вернее, в нашей следующей программе. К сожалению, перегон получился, они не безупречны, и мы не можем технический брак такой выдавать в эфир. Итак, Крым, прибытие туда миссии ЕС из Москвы, но перед этими, вам, наверное, это известно, представители ЕС, которые направились в Крым, побывали в Киеве, встречались здесь как с официальными лицами, так и с представителями третьего сектора, в том числе, я знаю, что там были представители фонда иностранных дел, фонд Майдана иностранных дел, и Украина якобы согласовала. Потом было заявление МИДа России, что это по приглашению России, и туда прибыла миссия по правам человеком Евросоюза. Вот что происходит? Одним мы возбуждаем дела административные там и прочее, за неправильно, не пускаем артистов, чтобы они неправильно, правильно, вернее, въезжали на территорию оккупированного Крыма. А тут у нас миссия зашла со стороны Москвы. Почему Россия согласилась, два года сопротивляясь тому, чтобы какие-либо миссии ООН, АБСЕ, ЕС там были по правам человека, а тут вдруг согласилась? Ну, в общем-то, это не вдруг. Мы сегодня уже обсуждали эту тему. Россия будет делать на сегодня все, чтобы снять вопрос санкции. Для того, чтобы снять вопрос санкции, надо продемонстрировать свою добрую волю. Вот она ее и демонстрирует, приглашая представителей Евросоюза в Крым, вроде как бы, чтобы они убедились, что там вроде как бы все хорошо. Для меня абсолютно непонятен смысл визита этой делегации. Я думаю, что европейские... Непонятен в плане того, что они не смогут свою миссию реализовать? Ну, они это же не наивные люди. Они прекрасные, это искушенные эксперты. Они прекрасно должны понимать, как это все будет устроено. Ну, понимаете, я бы не хотел проводить таких параллелей, но невольно они возникают. Вот когда у нас был Голодомор, а приглашали известных людей на Западе и показывали витрину Сталин, хорошую такую, что как счастлив советский народ под руководством мудрого Сталина. Вот я думаю, что что-то такое попытаются устроить. Ну, как бы, оставляет она волю, да, в общем-то, дипломатов ЕС, хотя мне, ну, как бы, абсолютно непонятно. Я не знаю, что им говорили в Киеве, не хочу, как бы, делать каких-то выводов, но мое личное мнение, как гражданина Украины, как историка, вот, ну, я не вижу смысла в этом визите. С точки зрения каких-то реальных результатов, да? С точки зрения Украины, с точки зрения гражданина, с точки зрения ЕС, с точки зрения... Единственная польза из этого извлечет это Москва. Это я, это видно сразу, то есть я про это сказал, они хотят снять санкции. Для этого будут демонстрировать какие-то, вроде как бы, уступки, которые им ничего не стоят. Ну, там, очевидно, там уже развернули такую подготовку, прибытие... Да, начиная со школы, завтра в 29-й школе Симферополя, где есть, сохранилось, благодаря родителям и самим детям сохранилось, по-моему, 3 класса с частичным украинским преподаванием. Завтра детям велено прийти, там, на 40 минут раньше в школу, при полном параде, наверное, в вышиванках. Дети будут петь песни на украинском языке, декламировать стихотворение, демонстрируя тем, что украинское образование в Крыму не задавлено. Хотя, ну, наверное, нетрудно будет убедиться хотя бы по одному, единственному, скажем так, маркеру. Второй год украинские классы в Крыму обучаются по русским учебникам. Москва не печатает учебников на украинском языке, а украинские все были сданы в макулатуру. Это один только такой момент, да. Ну, и второй, все это время украинские правозащитники настаивали на том, чтобы и, в том числе, и правозащитники международные настаивали на том, чтобы в Крыму с первых дней оккупации работала, свободно работала постоянная миссия. Будь то ОБСЕ, будь то ООН, будь то ЕС, там, ПАСЕ и так далее. Любой международной структурой, в которую входит и Россия, да. Это имело бы смысл, чем один приезд, когда тебя повозят там по витринам, как вы сказали, да. И это нельзя назвать мониторингом, естественно. Это визит. Но, с другой стороны, вот с чего-то нужно начинать, может быть. Ну, не знаю. Мне кажется, что это явно не начало. А если начало, то плохое. Мы все помним, как делегацию ОБСЕ в дни оккупации развернули на перешейке, отправили обратно. В общем-то, тогда оно сошло с рук. Хотя, тоже непонятно, какая реакция должна была быть достаточно другая, более жесткая. Не знаю. Я очень негативно отношусь к визиту этой делегации в Крым, абсолютно не понимая смысла ее. Спасибо большое. Олег Белоколос, эксперт фонда «Майдан иностранных дел», сегодня выдержал двойную норму нашего эфира. К сожалению, Эскандер Бариев, который должен был бы появиться в нашей студии полчаса назад, не смог до нас доехать по объективным причинам. И поэтому мы взяли на себя и эту часть эфира. Заканчиваем традиционно свежими расследованиями проекта «Следство.Инфо». Увидимся через неделю во вторник в 19 часов в программе «Вопрос национальной безопасности». Все самые свежие новости, в том числе и те, которые не прозвучали в сегодняшней программе, читайте на сайте Центра журналистских расследований. Будьте здоровы и информированы. Спасибо вам огромное, Олег, за то, что выдержали весь эфир. Спасибо вам за приглашение. Колишний Одесский регионал Сергей Кивалов даёт покровителя освіти и науки. Под контролью ему юридичная академия и Международный гуманитарный университет и справедливо учатся тысячи студентов. И еще больше студентов, то лучше. Адже, прикрываясь проблемами молодежи, можно стать настоящим магнатом нерухомостей и мать из десяток гектаров земли в Одессе. Про это докладнейше Олена Васина. Сергей Кивалов. Юрист, політик, меценат. Особистість, яку знає вся Україна. Колишнього главу Центральної виборчої комісії и впливового регионала много лет называют теньовым керманичем судовой и прокурорской системы Одессы. Самая одиозная фигура в украинском политике вообще и в Одессе – это Сергей Васильевич Кивалов. Его влияние ощущается и в Верховной Раде Украины. Оно ощущается и в Одессе. Империя Кивалова постійно росте. Наразі це близко 30 будівель по всему місту. Там размещаются корпусы и гуртожитки Одесскої юридичної академии и Международного гуманитарного университета, где Кивалов, соответственно, президент и ректор. На данный момент Сергей Кивалов является одним из крупнейших или крупнейшим державелем Одесской недвижимости в виде различных учебных учреждений. МГУ, юрокадемия, эти структури, они консолидируют порядка 50 тысяч квадратных метров недвижимости главным образом в центре города и особенно на фонтане. Та чи завжди пан Кивалов, голова кузні юридичних кадрів міста, діяв за законом, коли розширював володіння своїх вузів? Влітку цього року навколо так званого замку Гаррі Поттера або офіційно будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету вибухнув скандал. Активісти патріотичних організацій зламали ворота та потрапили всередину. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, цей маєток на Новобереговій 94 і справді власність Міжнародного гуманітарного університету. Але не повністю. Будівля спального корпусу належить такій собі Ірині Орєховій. Вона ж – засновник вишу. А сам замок, за документами, звели на місці човнової станції під виглядом берегу укріплювальних робіт. У 2012-му Ківалов прямо заявив, що з будівництвом приміщення йому допомагав одеський меценат Аднан Ківан. Ківан Аднан – це знайшовий меценат, знайшовий бізнесмен, який будує сотні будівель в нашому місті. Чоловік, який хоче, щоб в Одесі був свій, спокійство, щоб в Одесі готували хороших спеціалістів. Ще один неоднозначний об'єкт, який будується під крилом Ківалова та Ківана – церковна приходська школа. Велична будівля, як свідчить вивізка, розрахована на 700 учнів і матиме 22 класи, басейн та розвинену інфраструктуру. І все було б добре, та новобудова розкинулася на землях колишньої міжрейсової бази моряків – Чорноморського морського пароплавства. Величезна територія і пар колишньої міжрейсової бази моряків, які зараз можна було використати під реабілітаційний центр для бійців АТО, вже частково знищені. На основних воротах – ланцюг, а напис недвозначно говорить – тут буде студентське містечко. Поява школи навіть починалася зі скандалу. Два роки тому, коли будівництво тільки настартувало, у двобі з Ківаловим за право розпоряджатися цією територією вступив Олег Марков – брат одіозного нардепа Ігоря Маркова. Та він програв. І дітище Ківалова продовжили зводити прискореним темпом. Ця територія була запущена, туди не вступала нога людина. І ми почистили цю територію, обсудили всі ці питання з мером міста, з губернатором, отримали підтримку, громадськість, благословення митрополіта Одеського Ізмаїльського. Старі моряки розчаровані. Їх колишнє місце відпочинку більше не впізнати. Я не представляю, як на горе людей, моряков, ветеранів, можна встроити цю церкову. Який прог буде від неї? Ще у 2013-му суд стягнув з благодійного фонду студентська церква на користь держави 1 мільйон 153 тисячі гривень за руйнування лікувального корпусу Ніжесової бази моряків. А в жовтні минулого року прокуратура Одеської області почала кримінальне провадження. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкладання будівлями та спорудами і земельної ділянки біжать свої бази моряків, службовими особами Національного університету Одеської юридичної академії. Цікавим також є той факт, що разом із Сергієм Ківаловим, засновником фонду студентська церква, який фінансує будівництво церкви, є вже згаданий одеський бізнесмен арабського походження Аднан Ківан. Це людина, який, вопреки законодавісту, абсолютно ігнорує всі закони, всі градостроїнні правила, просто згадує акт вандалізму над історичним центром Одеси. Саме проти новобудовки вани, що руйнують історичний вигляд центру Одеси, вже не перший рік борються одеські активісти. Згідно з даними сайту посіпаки, Аднан Ківан у 2002-2006 роках був один із помічників нардепа Сергія Ківалова на громадських засадах. Аднан Ківан достатньо прагматичний людина, і тому вибор Сергія Ківалова для співробітності, він вполне об'яснім, тому що Ківалов має велике вліяння на правоохоронною судебну систему. Ківан також виступив засновником ще кількох фірм, з дочкою Ківалова Тетяною та вже згаданою Іриною Орєховою, яку ЗМІ називають його позашлюбною дитиною. Хоча сам Ківалов це постійно заперечує. Разом з Ківаном у помічниках Ківалова ми бачимо ще одну засновницю фонду «Студентська церква» Ірину Залюбовську. Вона працювала у нього помічницею ціле десятиліття – з 2002-го по 2012-й. Ірина Залюбовська, згідно її резюме, колишня начальниця юридичного департаменту Ківаловського національного університету Одеська юридична академія. Та повернімося до Однана Ківана. Може Ківана недаремно останнім часом помічають в безпосередній близькості до очільника Одесьчини Міхаїла Саакашвілі? По странному стаченню обстоятельств, в августі 2015-го року Распорядителем фонда Стал бывший генеральный консул Грузії В Одесье Тимур Аснишній Анидзе. А сейчас Тимур Аснишній Анидзе, опять же, по странному стаченню обстоятельств, является советником, доверенным лицом Міхаїла Саакашвілі. Этот фонд оказал матеріальну помощь Одесской областной государственной адміністрации. Попри тривалі зусилля, нам не вдалося отримати коментар Міхаїла Саакашвілі з цього приводу. Але ми ще сподіваємося на нього. Аднан Ківан коментує цю ситуацію так. Я був ініціатором і создателем фонда «На благо Одеси». Ця ідея була моя на 100%. І я пригласив групу хороших предпринимателей, відзывчивих, які одразу відкликнулися. І я пам'ятаю, тоді я віддав перший транш в цьому фонду. Це було близько 2 мільйони, близько 200 тисяч доларів. І мої колеги, предприниматели дали теж свої мільйони. Тим часом на рухомість акумулюють не лише вищі, де керує Сергій Ківалов. Не відстають і ті, кого називають його близькими родичами. Так, Ірина Орєхова, окрім частини замку Гаррі Поттера, є ще й власницею 10 соток та будинку майже на 300 квадратів у престижному районі Києва та квартири в Донецьку. На весні минулого року наші колеги відняли ще один розкішний будинок в селі Лісники, що під Києвом, де більше гектару землі належить Орєховій. Порівняйте. Знову ті ж самі куполи. Орєхова разом зі своєю родичкою Тетяною Нечипоренко також володіє землею в невеличкому, але дуже престижному селищі Хлебча. Іншій законній дочці Ківалова Тетяні належать чотири квартири та частина будинку по вулиці Тіністій в Одесі. Безпосередньо сам Сергій Веселюч з дружиною, власники його скромної іншої половинки. І схоже, його тіньову імперію ніхто чепати не збирається. Ось такий майже любовний трикутник сформувався в Одесі. В ньому знайшлося місце як новим реформаторам, також відомим одіозним особистостям, які неодноразово були помічені в сумнівних схемах. На нещодавній прес-конференції Петро Порошенко почув неприємне запитання про звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна. Саботаж резонансних розслідувань, провал реформи прокуратури – все це досі чомусь не переконало президента, що генпрокурор втратив довіру суспільства. Можливо, наш наступний матеріал допоможе Петру Олексійовичу визначитись, чи варто тримати на такій відповідальній посаді чиновника, який не тільки не розслідує крадіжки державних коштів, а й допускає розкрадання у власному відомстві. 30 грудня 2015-го, поки українці готувалися святкувати Новий рік, в бухгалтерії Генеральної прокуратури кипіла робота. Там відправляли платежі таємничим підрядникам. Як свідчить офіційний портал публічних фінансів «Єдата», тільки за один день Генпрокуратура перерахувала майже 2 мільйони гривень трьом фірмам за обслуговування електромереж, систем опалення та каналізації. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Арма Техбуд», «Будконсалт Плюс» та «Укрінженірінг Він». Дивні компанії, про які немає жодної інформації в інтернеті, і чиї телефони, вказані при реєстрації, хронічно не відповідають. Відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, або зателефонуйте пізніше. Генпрокуратура відправляла кошти дуже обережно. Наприклад, на «Будконсалт Плюс» пішло 199 тисяч 999 гривень 45 копійок. І так ще два платежі на майже таку ж суму. Точність в цифрах пояснюється просто. Якби сума платежу починалася з 200 тисяч гривень, Генпрокуратура мала б оголосити тендер. Втім, можливо, прокурорами справді потрібно обслуговувати каналізацію та електромережі. Ми попросили прокоментувати, на що саме підуть ці гроші. І як обрали фірм-переможців. Втім, в інтерв'ю нам відмовили і порадили написати запит. Поки ГПУ готує відповідь, йдемо поговорити з прокурорськими підрядниками самостійно. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте Арматех БУД? Ні. Плоский, це ж 14-24, так? Так, вже нескільки людей вийшали. Нескільки людей, так? А давно? Ну, місяць назад десь. А БУД Консалт Плюс? Ні. Ви знаєте, спустите на перший этаж. Вивізки з потрібними назвами вдалося знайти аж в підвальному приміщенні. Окрім двох підрядників Генпрокуратури, тут знаходиться ще сім фірм. Попри таку концентрацію підприємств, в розпал робочого дня не знайшлося жодної людини, яка б відчинила нам двері. З цих дев'яти фірм тільки одна має більш-менш тривалу історію існування і реальних власників. Це Бюро технічного захисту. Ще донедавна її засновником був киянин Михайло Гарєлов. Бюро технічного захисту, ваша фірма? По реєстру тут написано, що ви були директором, вірні, учредителем до середини цього літа. Я думаю, що там була задірка якась, бо, по-моєму, бенефіціаром. На наполегливе питання, кому ж він продав фірму, Михайло Гарєлов так і не відповів. Хоча і він, і всі попередні директори Бюро технічного захисту пов'язані з групою охоронних компаній Бюро економічної та технічної безпеки. Як вказано на її сайті, охоронну фірму було створено за участі офіцерів МВС. А частина керівників структури свого часу навіть засвітилася на чолі передвиборчого списку партій «Честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю». Лідером цієї партії був генерал Василь Трегубенко, який наприкінці 90-х входив до керівництва Київської міліцією. Разом з ним на посаді заступника начальника столичного управління міліції працював Сергій Роменський. Людина саме з таким ім'ям та прізвищем сьогодні очолює управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури, яке і відповідає за всі господарські закупівлі у відомстві. На жаль, в інтерв'ю з паном Роменським нам у Генпрокуратурі відмовили. Але сумнівні закупівлі стосувалися не тільки обстеження каналізації. Не менш таємничими підрядниками виявилися фізичні особи-підприємці, в яких прокурори напередодні Нового року закупили канцелярські товари. З шести фобів телефон працював тільки в одного. Комерсантка чомусь дуже неохоче розповідає про свій бізнес. Ви постачаєте канцтовари для Генеральної прокуратури? Скажіть, будь ласка, Дмитрій, чого-то я треба вам це все розказати? Ну, розкажіть, тому що це публічні гроші, це гроші платників податків. Ми вас хотіли запитати. Откуди я знаю, що це правда ви? А ми можемо з вами... Я торгую, да, я торгую канцтоварами. Чому я треба розказувати, кому я їх поставляю? Ще ніколи Генпрокуратурі не було потрібно стільки канцтоварів. В жовтні на їхню закупівлю було витрачено 133 тисячі гривень, в листопаді – 218, а в грудні вже 3 мільйони і 2 тисячі гривень. Можливо, прокурори хотіли просто запастися канцтоварами наперед? Тільки чому для цього обрали дрібних підприємців, у яких не тільки телефони не працюють, а ще й немає відповідних видів економічної діяльності? Всі комерсанти, згідно з реєстром, мають право займатися чим завгодно – ремонтом, прибиранням, тільки не торгівлею канцтоварами. Катерина, гаразд, скажіть тільки, будь ласка, чи ви займаєтеся постачанням канцтоварів взагалі, чи ви торгуєте ними, і як на вас вийшла Генпрокуратура? Просто розкажіть це нам. А скажіть, будь ласка, може у вас є склад-магазин, так? А де він знаходиться? В Броварах. В Броварах, а за якою адресою? Дмитрий, слухайте, цю інформацію, думаю, я не буду вам розповідати. Досвідчені аудитори стверджують, що купівля канцтоварів – один з найнадійніших способів крадіжки грошей. Піди перевір потім, скільки тих канцтоварів було насправді використано. На підприємця Пілкіну Генпрокуратура перекинула 226 тисяч гривень. На її матір Людмилу Гересименко – 278 тисяч. Рекордсмен – Фоб Комлякова, який дісталося майже півтора мільйони. Її телефон не відповідає, а замість цим реєстрації двері ніхто не відчиняє. А коли ви будете в місті? А я зараз в сільі. І буду... Я думаю, на цю недію. Катерина, річ у тому, що Генпрокуратура проплатила вам величезний обсяг канцтоварів, їх треба постачати, то може ви повернетесь до міста якнайшвидше? Можливо постачати. Ну, постачати. Тобто ви отримали від Генеральної прокуратури скільки... Подійте, стоп, Дмитрій. Откуда у вас взагалі ця інформація? Ця інформація з порталу державних закупівель. Це ж правда? Вам же Генпрокуратура оплатила постачання канцтоварів, так? Дмитрій, ну, наскільки я розумію, це я не буду говорити по телефону. Ну, просто такі речі не говоряться. Чому? Це ж публічна закупівля. Це ж гроші платників податків. Чому б вам не розказати хоча б телефоном, що саме ви Генпрокуратурі маєте поставити і за якою ціною? Ну, так, давайте. Щас не будемо з вами говорити, тому що мені зараз неудобно. Неудобно? Чому? Ми можемо телефоном про це поговорити. Тому що я йду з в'єдрами води і мені зараз неудобно. З в'єдрами води? Так, заставляєте, в селі такого теж може бути. Головний бухгалтер Генпрокуратури. А за сумісництвом ще й начальник управління планово-фінансової діяльності, звітності, контролю та аудиту Людмила Єрхова проблем в таких сумнівних закупівлях не бачить. Ви начальник управління, внутрішнього контролю та аудиту. Невже у вас не виникли питання на закупівлю цих канцтоварів в таких обсягах надзвичайних? Відповідь, яку ми отримали від підлеглих пані Єрхової, вразила почуттям гумору. Виявляється, відбір підрядників проводився шляхом телефонного опитування. Напевне, завантажені величезним замовленням Генпрокуратури, вони просто не можуть підійти до телефонів, які їм обриває слідство. Дякую за перегляд!